Добрый день! Сегодня у нас в гостях Ирина Анатольевна Яровикова, заслуженный работник культуры Кубани и руководитель народного самодеятельного коллектива хора «Казачий край», а также Виталий Юрьевич Махонин, режиссер хора «Казачий край». Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! И первый вопрос, конечно же, рассказать нашим слушателям про хор «Казачий край». Мы знаем, что это старейший самодеятельный коллектив в нашем городе, который образовался аж с 1945 года. Да, и даже читали статьи в нашем армавирском собеседнике с красивыми черно-белыми фотографиями. Я вам еще покажу кубанские новости с более красивыми фотографиями. Ну, хор у нас существует, собственно, с 1945 года. Он с 1945 года опять вышел на арену, потому что была война. А до войны, как вот рассказывают люди, с которыми я еще работал на предприятии слепых, хор еще был в 1925 году. То есть артель была, люди пели. Просто, ну как, не совсем организованно, скажем так. И, ну как вот, застолье там, с игрушки и так далее. Ну, был хор, это хор. Клуба тогда еще, кстати, и не было. Клуб построили только в начале 60-х годов на предприятии слепых. И вот после окончания Великой Отечественной войны, где-то примерно осенью, так, ну, мы считаем, где-то в ноябре, как говорили люди, да, значит, этот хор организовался. Пришел, значит, на предприятие работать Павел Савельевич Фирс. Он, ну, как раньше говорили, военно-слепший. Он играл на военную. Организовал этих людей. И вот с тех пор этот хор уже стал выступать где-то, всякие мероприятия, там, на предприятии выступать перед слушателями, перед рабочими. И в городе на каких-то концертах участвовать. Хотя, честно говоря, их не очень сильно привлекали, но хор уже был. И в 1900, чтобы не собрать, в 1966 году этот хор, он назывался хор Упоповоз. Тогда еще не было названия Казачий край. Вот. И они среди первых коллективов художественных самодеятельств и богов, да, защитили звание Народный Самодеятельный Коллектив. Вот в этом году, ровно 55 лет, как хор может вот это звание. Мы вас поздравляем. Мы в этом году тоже вот подтвердили звание. Но не мой хор наш, под руководством Амирида Анатольевна, защитили это звание в очередной раз. И, собственно, по-моему, у меня было пробелов каждые три года. Небольшие были? Да, ну, практически, да. Можно мне, как вот несведущему человеку, узнать, как проходит вот защита этого звания? Вот для меня это вот непонятно. Я сейчас поясню быстро. Готовится вот такая папка документов. Начиная там с описания нашего коллектива, руководителя, хора, участников, там много. Плюс фотографии, плюс фотографии костюмов, плюс, значит, наш репертуар. Плюс программа на вот как раз этот конкурс, как называется конкурс, ну да, вот по защите. Вот. Эти документы рассматривают, потом мы выступаем перед ними, ну, пишем программу минут на 40. Но обычно слушают три, четыре номера, два номера, тут жюри, они уже знают наши коллективы. Поэтому раз иногда даже говорят, все, спасибо, достаточно. Потом эти документы все собирают с собой. Проходит какое-то время, сдается приказ Министерства культуры Краснорского края. И там в списке, в этом, там большой аппликатор, да-да-да-да, бым-бым-бым, там проведено и так далее. И потом список всех коллективов края, которые получили звание народный самодельный коллектив. Для взрослых коллектива, для детских, там образцовый коллектив. У них название такое, по-новому, из народного самодельного коллектива. Ну вот, я дальше продолжу. Да, продолжу. Я немного забежал вперед. В 60-х, точно не помню, в начале 60-х годов на предприятии ППО, Санкт-Рогеневый 115, если так примерно ориентируйтесь, напротив Шелобазы, там построили клуб. И вот Петрос Христофорович в этом клубе работал. А хором, значит, после Фирса, когда его не стало, святую память, значит, работал Баженов Николай Васильевич. Вот его супруга, Екатерина Николаевна Хижняк, она у нас ходит, поет до сих пор. Они начали петь, вот она, Дина Литвиненко, Володя Немножкова, позже, с 1963 года. Представляете, люди бывают в хоре до сих пор, причем практически без перерыва. А про Катюшу расскажи, девочка прям. А, ну про девочку расскажу. У нас в коллективе, в общем-то, много людей работали, это предприятие слепых, там женились, а потом в клуб туда детей своих, там просто в те времена, куда было детей девать, да, всех в самодеятельность, в спорт и так далее. Вот, и у нас несколько семей было, да, которые вот, дети, 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 вот, ну всяко немножко простерялись. Одна поступила в высшую школу телевидения МГУ. Яночка Бабова, очень талантливая девочка у нас. Бабушка с дедушкой сейчас временно не ходит, бабушка болеет. Сам Николай Васильевич, белорус, он такие байки рассказывает, если бы его слышали, там обхохочется. Он когда рассказывает, одно и то же, мы все равно стоим в хоре смиграем, все равно привлекаем на различные концерты. Ну что, концерт там, ну полтора часа, надо все равно петь. Народ заслушается так, разнообразно, мы байками, мы смиграем. То есть такой стендап, да, стендап у человека. Да, с потанцовками там и так далее. В общем, вот сейчас у нас вот Катерина Николаевна, херняк, доченька ее Катя. Это внучка Катя. Внучка, господи. А дочка, кстати, вот тоже пела. И она к нам даже в хор немножко гнила. Но потом она работает в нашей школе слепых преподавателем, поэтому учителя там не получается. А девчоночка вот эта маленькая, позавчера, 20-го числа, исполнилась ровно 14 лет. Она учится в музыкальной школе у нас там. Она очень талантливая пианистка. У моей подруги учится просто замечательно одаренный ребенок. На танцы ходит ДТЮТ. Значит, в музыкальную школу учится, играет на рояле, изумительно. Мы слушали ее записи, вот когда она играет. Это вообще, мы думаем, ну, если не посмотреть там на картинку, да, Ну, классик. А сколько вообще человек вот в вашем хоре, вот если всех-всех собрать? У нас если всех-всех собрать сегодня, да, если учесть, вот просто, я говорю, в скетку где-то, грубо, сейчас 35. Но у нас бывает за 40 с лишним людей. У нас же текучка есть, потому что люди взрослеют, люди, у нас коллектив взрослый достаточно. Девчонки у нас молоденькие были. Вот одна с казалку ступила в высшую школу телевидения учится, уже заканчивается в следующем году. Одна учится в колледже музыкальном, в Майкопе. Имени Тхабисимова научился выговорить. Одна девочка, значит, учится в КубГУ. В Краснодаре, Алиночка. Алино, да. Она на хруте эти журналистики, она в прошлом году поступила. Ну, еще так, можно повспоминать кого-то. Ну, вот такие яркие самые ребята. Ну, Лидочка тоже. Да, Лида Мамаева, она тоже, по-моему, из Вольного, или из Марьино. Я уже не помню. Она из Марьино. Она учится в первой университете у нас здесь. Мы тоже у нас пели. Это еще Ирина, девочка, которая пела с ней в Марьино. Ну, я работала в Марьино, в музыкальной школе. У нее был детский коллектив. И, кстати, девочки из ее коллектива уже повзрослели. К нам долгое время ходили в хор. А потом замуж не повыходили. Ну, сейчас самому-самому младшему. Вот девочка-то 14. То есть от 14 и старше, да? Ну, от 14 до 80. То есть возрастных ограничений нет. Всеми семьями, семейный хор. Со скольки? Со скольки захочет ребенок? Ну, реально, со скольки захочет. У нас схема очень простая. Значит, хочет человек, да. Причем нас где-то послушали и приходят. Да-да, какой кастик как раз. А можно к вам? Никаких проблем нет. Садитесь и слушайте. Сидят, слушают. Одну репетицию, две. Потом уже тут их привлекать, немножко подпеть. Потом кто-то, я так, как вы поете, не могу. И уходит. А другие просто прилипают и поют. Вот недавно женщина пришла, буквально, до репетиции, да? И уже все соседки, которые с ней поют, да? Просто ее хвалят, да? Холосочек хороший, ориентируется. Вот, умеет там партию выдержать и все самое. Ирина Анатольевна никогда не слушает никого. Она их слушает уже в процессе работы. Я не пугаю просто никого. Я, конечно, могу послушать. Но, понимаете, вот человек пришел, если он там пел, у него большой опыт певческий, вокальный. Конечно, он тебе споет. А если он не пил, а если он стесняется, бывает, что, ну, язык проглотил, дома вроде пою хорошо, а тут что-то ничего не получилось. И я поэтому не устраиваю таких вот страшилок для людей. Я действительно, вот так, как Виталий Юрьевич говорил, вы сядьте, вы послушайте. Я потом могу подойти к человеку, посмотреть, насколько он держит партию, не держит партию. Я могу потом привлекать его в концертные деятельности или пока рано. Люди же разные, с разными данными есть. Проблема с костюмами, но свечи. Тут 24 женских костюма и, по-моему, 8 мужских. Вот это мы тут маневрировали. Кто, короче, занял очередь в костюме, тот сегодня и выступает. Примерно вот так. Человек ушел, кто-то подошел, все там, а если вдруг не так, а если не подходит. А какие костюмы у вас какого края? Ну, Краснодар, конечно, Кубани, Кубани, да. Это костюмы, концертные, сценические костюмы. Они сделаны по мотивам черноморских казаков, то есть Украина. Эти костюмы у нас 2000, чтобы они собрали по 2007 году, по-моему, да? Только мы сюда пришли, нам их сшили. Ну да, очень хорошо их исполнили, их исполнили мастерские кубанского хора, поэтому мы, конечно, благодарны, что вот нам сшили достойные костюмы. В каком смысле достойные? Что там хорошая работа художников, грамотная работа художников, не просто по мотивам, но еще имели в виду, что это сценический коллектив, что это возрастной коллектив, что у меня женщины как-то курпулентные, все это продумано, как бы это все. Главное нос, все ноское, сколько вы корректируете. Достойные ткани, да, реально, ноские, конечно. А аутентичные костюмы, они, соответственно, и окрашивались. Это было либо белый лен, там, либо сероватая такая ткань. Если они были окрашены, то это натуральные краски, то есть это такой немножко размытый синий, но не яркие, не яркие краски. А вот это вот красное, зеленое, это что? Это фабричная окраска уже. И, соответственно, для сцены это хорошо, потому что мы разделены рампой. Поэтому, конечно, когда на сцене стоит коллектив в ярких костюмах, это для нашего современного зрителя более понятное и более ярко. Там, соответственно, и косметика должна быть. Аутентичный коллектив, например, он так не накладывает косметику, не такую. А тогда у меня другой вопрос. Вот, например, есть фестивали, где с музыкальным сопровождением, да, то есть уже запись есть. Коллектив, фонограмм музыкальный. И коллективы поют. Есть те, которые вот такие, значит, фольклорные фестивали, где вот как раз в таких блеклых... Нет, с аккомпанементом, но, например, без фонограммы, чтобы вот так прям развлекательное, да, а вот именно знакомство с коллективом, именно вот с таким аутентичным, что вот у них костюмы вот такие блеклые, что они поют вот как вот, вот как было, да, в деревнях. Так было, да, аутентично-этнографические коллективы. Расскажите вот про ваш опыт. У вас же такой большой стаж выступлений. Расскажите самые вот такие фестивали, которые запомнились. У нас стилистика какая хора? Я-то сама закончила, ну, я несколько учебных заведений закончила. Например, одно из них – это Московский государственный институт культуры. МГИК тогда назывался. И вот у меня квалификация, я, собственно говоря, преподаватель хоровых дисциплин и руководитель вот фольклорного этнографического коллектива. То есть я занималась собиранием фольклора, ездила по экспедициям и по России, и у нас здесь. И я понимаю, о чем вы говорите, конечно. То есть это сохранение традиции. И это прекрасно. Но когда я пришла в этот коллектив, он вообще был как бы ненародным хором. Он был таким хором советской песни. Не академически, чтобы сказать это, вот действительно академически ненародный, где-то посередине находился. Я народница, и я поэтому пришла и стала его так, ну, немножечко поворачивать вот в сторону, чтобы это был народный хор. Но народный хор как жанр. И этнографический фольклорный коллектив, это вроде бы очень похоже. Но это немножко разные вещи. У нас есть такой, всем доступный, понятный, наш кубанский казачий хор. Спасибо Виктору Гавриловичу Захарченко. Это великий человек, который сделал, ну, колоссально много для того, чтобы этот коллектив был высокодуховным, на очень высоком профессиональном и культурном уровне. Они поют очень много именно собранных песен наших кубанских казачьих фольклорных экспедициях, занимаются этим сбором. И Виктор Гаврилович, за что я его бесконечно люблю и уважаю, он не просто берет песню и выносит ее на сцену. Он глубоко философски настроенный человек. Он очень это умеет анализировать, он думает, он заставляет думать своих артистов. Он не берет в хор, кстати, только потому что красивый голос. Он берет только, если этот человек готов думать, зачем он выходит на сцену. То есть вот с такой вот философской точки зрения, я вот низко склоняюсь перед этим потрясающим человеком. Но у него тоже народный хор, который поет много песен авторских, его же, собственно говоря, песен. Это несколько такой синтетический жанр, который взял много от чего? От академического хора. То есть вот был этнографический фольклорный коллектив со своими традициями и был академический хор. Этнографический коллектив – это коллектив, который поет в традиции, передающийся из устно. Там нет хорместера вообще, в принципе, быть не может. Там может только баба Маня, которая поучила свою внучечку и так далее. Которые ноты не знали, да? Не надо знать ноты. Они могут петь потрясающе сложные песни. Они владеть могут такими сложностями в традиции, что музыкант еще не всякий поймет, как же это вот гениально все делается. Потому что традиция, это мы думаем, что, да, что там частушки. На самом деле традиция очень непроста, если туда глубоко-глубоко копать. Но народный хор, вот, ну не только, конечно, существуют кубанские государственные, есть Донской, есть Воронежский. Их очень много. Очень много такого рода коллективов. И там, естественно, я же говорю, это коллектив синтетический. И наш он тоже синтетический, потому что он разбит на партии. Потому что я хорместер, и я делаю некие аранжировки. Беру я даже, если я народную песню беру. Ну, естественно, мы поем и авторские вещи. Я беру эту песню, и я либо беру чью-то аранжировку, либо я пишу эту аранжировку. Чаще всего я пишу эту аранжировку для своего коллектива. Потому что аранжировка всегда пишется для коллектива. Я знаю, что у меня вот есть Иван Иванович, у которого там вот такой баритон, и он там запоет. А вот тенора у меня, предположим, такого нет. Ну, фигурально выражаясь, да. То есть это всегда на вот этих людей конкретных. Индивидуально для коллектива, для людей это делается. Кстати, о Захарченко, Викторе Гавриховичу, мы много раз ездили на фестиваль соприкостись с душой с песней, которая проводится в Дядьковском у него народе. И он туда часто приезжает, вручает там рамоты, иногда смотрит нас. Ну, да, ну, всех нас. В общем, мы с Морков. Ну, естественно, там большое количество людей собираются со всего края и поют, как правило, его песни. Ну, там одна из опций такая, что нужно спеть его песни. Мы много поем его песни. Ну, да, причем одна копыльная, другая подмузыка. У нас, ну, не так много коллективов, где вот действительно живая музыка, но есть еще где-то баяны, как у нас было. Это у нас был один баянист, Сразу Небесного, участник Великой Отечественной Войны Великий, Владимир Николаевич Уткин. Вот. И потом потенулся нам Ира Крахмалец, вот благодаря Ирине Анатолиевне, из Успенского района. Ну, просто она хороший музыкант, Ирина Александровна Крахмалец. А потом с Божьей помощью мы потихонечку, вот народ начал подходить к нам, который владеет тем, вот этим и вот этим. И так мы собрали инструментальный ансамбль. Вот это сделал Виталий Юрьевич, он на себе не скажет, а я вам скажу, поскольку я свидетельница этого. Ирина Александровна Крахмалец, хороший баянист, замечательный музыкант, она играла, работала в Краснодаре, в филармонии работала, то есть она такой играющий баянист. Но она, собственно говоря, ну, вот Виталий Юрьевич, когда посмотрела, я же говорю, вот Виталию Юрьевичу нет цены. Он к ней стал подтягивать музыкантов, которые играют. Кто на флейте, кто там на домрочке, кто на гитаре, кто ударные инструменты. И в конце концов Ирина Александровна с его подачи. Она была вынуждена. Она не особенно горела этим, но она была вынуждена сделать коллектив не просто аккомпанирующая группа, то есть это появилась сначала аккомпанирующая группа хора. А потом этот коллектив стал, собственно говоря, отдельной единицей, потому что у них появился свой репертуар, отдельный, оригинальный свой репертуар. Сейчас это ансамбль «Грайма», они тоже имеют звание народной самодетики коллектива. В этом году они впервые защитились. То есть из вашего хора еще второй коллектив появился. Да, Русточки. Русточки. Виталий Юрьевич, а вот как получилось так, откуда увлечение музыкой у вас? И насколько нам известно, вы военный. Как вы можете, как вы перешли из военного к режиссеру хора? Режиссер, потому что Петрович Христофорович ушел и мне предложил хочешь меня заменить. Но у вас же есть все равно любовь к музыке. Я люблю всех, и музыку особенно. Но вы тоже поете, да? В коллективе. Ирина Анатольевна, еще скажу. Вот расскажите, как это у вас. Давайте, я сейчас расскажу про себя. Значит, ну на должность я попал, понятно как, да? А перед этим я уже жил, я работал представителем первичной организации на предприятии, да? Вот. Когда меня избрали, это был 1995 год, на эту должность. Ну, освобожденная должность, общественная. Вот. А поскольку я бывший политработник, вот, а поскольку я все нашел в люди, пришлось мне идти в хор. Да. И я тоже с ними пел, ездил везде, там, организовал вместе с Петрович Христофоровичем эти все поездки на фестивали и так далее. Вот. Ну и вот уже так. Влюбился. То есть это любовь. Спелись, спелись. Виталий Юрьевич, вот это действительно, Данечка сказала, это любовь. Потому что Виталий Юрьевич, это человек настолько открыт и доброжелательный, он действительно любит людей. Вот. Ну, не по должности, не потому что, ну, так вот, судьба решила, реально любит. Не записывай, да? Почему? Женщины, которые с тобой приходят, я каждого обнимаю и целую. Да, да, да. У вас все в очередь стоят. Вот чем успеет. Я вам расскажу больше, да? Вот если, ну, кого-то я не видела, куда-нибудь еще чего-то, или кто-то припоздал, я не подошел к этому человеку. Да, все. Потом подходит и говорит, а ты чем меня не пацанал, обиделся на меня? Все ждут. Я сам себе не ловкочу. Нет, ну, потому что он очень сердечный. Вот, искренне такой, сердечный человек, открытый. Давайте вам дальше про хор расскажу. Да, давайте. Значит, вот я сказал, что клуб построен, да? Уже хор стал выходить, ну, хорошо, на сцены городские. Хотя, ну, в хоре было очень много, где-то до 70% инвалидов по зрению было. Сейчас у нас их осталось, буквально единица, потому что, ну, возраст там и так далее, разные причины, многие бы уходили. Вот. И у нас так назывался хор слепых. Вот когда из клуба ОППО, когда там предприятие закрылось, когда нас сюда перевели, я еще не ходил петь, но еще не работал режиссером. Вот. И вот коллектив, Ирина Анатольевна, предложила там много усилий, и КРВ организация, в обществе свепых, там тоже билась. Вот и два. Нас не могли сюда перевезти, на протестатные должности, помещения там и так далее, и так далее. Вот. И перед тем, как сюда перейти, у нас решили дать хору название. Да? Вот. У нас в песне есть «Казачий край». Казачий край, да. И еще была песня «Казачий край», которую написал по-моему, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, у нас две песни в репертории было с таким названием. «Казачий край». И все решили, кто-то предложил, да, сказали, «О, классно, «Казачий край», «Казачий край», «Вот и хорошо». И мы, собственно, получили название, когда мы перешли вот сюда, в Дворец культуры. У нас, конечно, стали, ну, хор слепых, хор слепых. А во Дворец культуры сразу с его момента открытия 70-го? Нет, нет. Это было совсем 2-го. Мы пришли в 2007-м году или в 2008-м году мы сюда перешли. Из УПУС? Из Клуба. Там предприятие просто закрылось все, там все расправили и так далее. Поэтому наш, как уникальный коллектив, все-таки нас забрали сюда. Ну, коллектив внесли, и музыкой обзавелись, и какие-то нам даже инструменты купили. Спасибо. Нам ударную установку купили, балалайку. Несколько лет мы ходили за ударной установкой, наконец-то нам ее купили. Хотя у нас есть вот такие вот инструменты. Вот это Владимир Николаевич Уткин, это колокола он сделал. А мы самодельные, да? Самодельные колокола он сделал сам. Нам иногда инструменты дарят. Вот видите, стоит гитара в углу. Мы просто принесли, подарили эту гитару. Бесплатно. Теперь мы будем взять куда-нибудь. А мы в хоре, мы же немножко как разножанровые, фестивали разные, разных, ну, актоличных фестиварей, тематически, да? Там есть казачья культура, есть православных песен, да, ну, авторских православных песен, есть просто там какие-то сборные концерты. Мы, собственно, к этим вот по линии общества слепых, всероссийского, раз в два года проводится, фестиваль называется «Хоровые ассамблеи». Там было два этапа, там все серьезно, жили из Москвы приезжают, проводят его в разных местах, не в одном месте. Приезжают новые коллективы, ну, со всей России, хотя, вот, за отсутствие денег, бывает там четыре коллектива, бывает шесть, бывает восемь, вот, но тем не менее, люди из Якутии приезжали. Да, замечательные коллективы. Мы были на этом фестивале в Лагораде, в Карачаево-Черкесии, в Краснодаре, ну, собственно, не очень давно в Лагораде два раза примерно дошла. Два раза? При мне даже два раза. Вот, поэтому в хоровых ассамблеях участвуют, поем там песни, какие звуки, причем там строго, причем там строго, значит, произведения, значит, авторов восемнадцатого, там, семнадцатого или восемнадцатого веков. Как далеко. Произведения М. Глинки. Или там еще, да, так у нас там из шести произведений, там только два произведения, которые на выпук руководили. То есть, вы заранее не знаете, какая будет тема? поскольку разведка у нас работает. А, есть, да. Ну, где-нибудь за год, может быть, там за год. Значит, это мероприятие обычно будет в мае-в июне, и я уже после Нового года звоню председателю Крайовой организации. То есть, все равно мало времени остается там что-то изучить, разучить? Ну, что-то мы уже выходи из нашего репертуара, который мы обойдем, иногда совпадает. А как-то мы тут учили Глинку. Да, Москва. Дело в том, что там иногда создают, вот эти требования составляют люди достаточно далекие от наших возможностей. Потому что, например, для академического хора спеть, ну, произведение Глинки это нормально, а для народного хора это несколько странно. У нас есть специфика своя тесситурная, там, звучим мы несколько по-другому. То есть, нам надо как-то перестраиваться, ну, чтобы соответствовать. Ну, ничего, мы соответствуем. Надо обязательно ехать, ну, и не надо Глинку. А хочется, конечно. Хочется поехать. Мы у нас, значит, мы можем выехать, когда нам дают трасс, только тогда, когда реализуют мероприятия Министерства культуры. А поскольку мы еще участвуем в разных фестивалях, например, Дядьковской, ну, еще где-то мы, куда мы только ездили, мы ездили в Ростов, на международный фестиваль даже, в Ростов, в Майков, мы ездили там частные фирмы это организовывать, но тем не менее, показаться нужно было. Мы там, кстати, стали обладателями РАН-3 и так далее. Но вот этот Хоровая Ассамблея это один и 10-й фестиваль, где нам платят деньги за наше участие. Нам уплачивают дорогу, общество слепых, наше краевое, вот, проживание в гостинице в Леониде, не на день, а там, по крайней мере, две ночи ночевые, Ну, это же фестиваль, наверное, надо же. да, да. И это все идет, финансирование московское, но тем не менее. И там, значит, первое место, значит, 20 тысяч рублей премия, второе место 15 тысяч, третье место, ну и так далее. Вот, поэтому мы туда едем, просто так, мы еще там деньги зарабатываем. То есть, это же конкурс, получается, тут конкурс. А потом, ну, называется фестиваль. Ну, он конкурс, да, фестиваль. Вообще-то коллектив, где он только не был. Вот, начиная, весь Северный Кавказ объехал коллектив, да, вот, вот, я с тех времен, до 45-го года, когда вот уже сами активно заниматься вот этой концертной деятельностью, мы даже были, вот, где жили отец и сын Рашуковый, ну, которых, знаете, да, мы жили вот в этой гостинице, которую показывали по темному, там, где куча машин стояла, и так далее. Сама их фоткали. Мы жили, мы жили в этой гостинице. А расскажите, вот, вы явно по всему нашему Краснодарскому краю проездили, а куда еще вот выезжали еще? Мы не по всему. Где нас приглашают, ну, тут... Ну, я думаю, что вы лучше его знаете, чем приезжали. я же рассказывал, вот, врача очередь есть, мы были, мы были в Ростове, мы были в Майкопе, вот, вот мы никак до Старополя не наберемся, что-то мы как-то... мечтаем, мечтаем. Тут еще пандемия-то случилась. Ну, уже получше ситуация, уже, я думаю, что в следующем году будет прям... И по деньгам не всегда получается, что, потому что сегодня собрать деньги, ну, вроде неловко, у нас просто не все могут. Кто-то готов заплатить за поездку, а кто-то говорит, ну, я не могу. Ну, хорошо, конечно, когда свой транспорт есть, это очень удобно. У нас, слава богу, есть возможность в этот транспорт запихнуть, что мы с собой везем костюмы, там, и так далее. Обычно автобус большой заказ, знаете, срок костюмов нужно везти. Вот, плюс вот такие все инструменты, балаки, ударные и так далее. А приехали там, где выступаем, там тоже дождь, вот это все, нужно прятать в пленке, и так далее. Не удавалось еще вам куда-нибудь в другие города, за пределы России выезжать? Не было пока. Боже, спасибо. Ну, а чего, не хочется? Да нет, ну, хочется. Материально все, материально. То есть материально. Мы нечем. Дело в том, что столько фестивалей сейчас проводится, но они все плохие. То есть участие, значит, коллектива, да, вот я же говорю, 800 рублей человек. Ирина Анатольевна, вы окончили Ставропольское музыкальное училище, Московский институт культуры имени Крупская и Российскую академию музыки имени Гнесина. Скажите, как вы, почему вы не остались там, в Москве, а вот как вы оказались, во-первых, в этом коллективе? Что вас подвигло? Ну, во-первых, я здесь родилась. Где родился, там и пригодился. Собственно говоря, это как бы нормальное такое положение, да. Но когда я училась в музыкальном училище Ставропольском, я же поступила туда в 15 лет, девочка-девочка. Ну, правда, у нас был замечательный музыкант, он открывал это отделение, мне вот повезло, так я как-то приехала поступать в училище, и в этот год открылось народно-хоровое отделение. Открыл его Александр Александрович Козырев, он тогда только-только закончил рам, то есть Российскую академию музыки имени Гнесина. Он сам из терских казаков, и вот он приехал на Ставрополье, он хотел вот это поднимать, вот это вот святое наше, а я 15-летняя девочка, да, святое, я хочу принимать участие. Я, да. И он тогда набрал довольно хорошую группу, у нас 10 человек, Александр Александрович набрал. Мы закончили, как-то все более или менее, ну, не все закончили, но все более или менее состоялись в профессии. Поэтому после училища-то я сразу поступила в институт, ну, так хотелось бы иметь высшее образование. Я поступала, почему в московский, МГИД назывался, там Московский государственный институт культуры, потому что тогда был известный коллектив «Карагод», это фольклорный ансамбль, почему он был известный, его показывали по телевизору, это был студенческий коллектив, где молодежь, вот студенты пели этнографию, то, что они собирали в экспедициях, вот они это пели. В то время такого очень мало показывалось, потому что, что такое хор Пятницкого, это все знали, да, там, кубанский хор, то есть такой вот жанр, как народный хор, все знали. А фольклорных коллективов, ну, ансамбль Покровского тогда был, вот Карагод был, что-то такое рядышком, где-то между, и мне руководила Евгения Осиповна Засимова Карагодом, и мне хотелось туда, туда, ну, вот, как Господь управил, в телевизор. Ну, я так устроена, мне это интересно, я сразу занимаю вас. Быстро должна, Скажите, а в вашей семье еще были музыканты, вот, люди, которые пели? У меня, моя мамулечка, она была преподавателем математики, всю жизнь, вот наш пединститут закончила, и всю жизнь преподавала, она очень хорошая была преподаватель математики, но, нет, папа у меня работал старшим мастером шестого училища, нет, у нас никто не был. Все народы все такие точные. Ну, подождите, бабушки, дедушки обычно. А бабушки, бабулечка моя, сказать, то есть, ну, в каких так, чтобы вот собиралась семья и пели, я не могу похвалиться этим. Я знаю, что бабушка, она могла какие-то городские романсы петь, там, шить что-то и петь городские романсы. Мамулька у меня вообще стеснялась петь, она так это, втихаря что-нибудь такое пела, но не публично, совсем не публично. Папочка, папочка у меня из казаков, но он, я знаю, что моя бабушка пела, его мать, она, да, она любила петь, она потом, они отсюда переехали, так сложилась ее судьба, ну, родилась она, отец у меня здесь родился в станице Урубска, советское нынче. Ну, естественно, там дедушка с бабушкой жили, ну, так вот сложилось, что бабушка-то моя здесь жила всю жизнь, и здесь она похоронена, и дедушка мой тоже. а сестра моего отца, вот она тоже любила петь, моя тетя Лида, они в Кузбасху езжали, она там в хор ходила, ну, вот такие вот маленькие мелочи были, а так вот у меня сложилось, я музыкальную школу закончила, по классу фортепиано, ну, и как-то так вот сложилось, что совершенно на, ну, не на 180 градусов, как бы, ну, музыкальную школу уже я заканчивала, но, конечно, когда я там обучалась, я и думать не думала, что я буду заниматься фольклором. Я же говорю, для меня это была идея, я сразу стойку приняла, и вперед. И так сложилось, что нашему хоробу везло. Ну, вот как вы попали в этот коллектив? Ну, я после того, как я закончила первый, первый свой институт, я проработала, моё первое рабочее место, ну, не первое, я когда студенткой была, я тоже там подрабатывала, а так вот после получения диплома я пришла и работала в ДК, здесь вот, во Дворце культуры, и я здесь организовала тогда детский, такой, ну, детский фольклорный коллектив. И у меня был молодёжный коллектив из работников, из музработников ДК. Я здесь проработала два года, и потом меня пригласили, я ещё пять лет отработала в Ставрополье, преподавала в училище музыкальном. Которое окончили, да? Да, да, да. Я в этом училище преподавала, но, честно говоря, как вам сказать, с одной стороны, я думала, когда меня туда пригласили, я думала, ну, это повышение, а тут я в самодеятельности, там же я преподаватель. Но как это ни странно, вот, может быть, в те времена и, может быть, сейчас... Ну, хорошо бы, чтобы было иначе. Но здесь я всю жизнь, когда работала в самодеятельности, либо это дети, либо взрослые, это люди, которые это любят и хотят этим заниматься. А туда я пришла, и я понимаю, что там две трети контингента студенческого не хотят этим заниматься. Так как-то случайные люди, мимо проходящие. И я подумала, что, боже мой, мне там вообще скучно. Ну, и, в общем, я вернулась сюда, и здесь я, ну, как-то... Не сразу, конечно, в этот хор. Меня пригласил Петрос Христофорович. Я работала здесь и в музыкальной школе. У меня был такой коллектив, от Рада назывался, при, мол, комбинате нашем, самодеятельный тоже такой коллектив был. Он, можно сказать, был молодежный, такой эстрадно-народный даже. Мы там какие-то эксперименты ставили подобного рода. А Петрос Христофорович, когда ему стал нужен новый хормейстер, ну, как-то он хотел... Ну, там я, сейчас подскажу, там получилось так. У нас руководил и хором, и был аккомпаниатором, вот, Клина Николаевича, вот, которого уже нет, участие в военнии. И вы знаете, а я вот как раз в это время начал ходить в хор. Вера прошла в 2001 году, а я в 1995 году стал ходить в хор. И как-то вот стали все изживать, пошел этот репертуар, как-то все вот это... По возрасту просто. Он очень хороший концертмейстер был, баянист прекрасный. Он, баянист, он и вообще. И потом люди стали просто потихоньку уходить, да? Вот. И я, честно говоря, тоже собрался. Ну, неинтересно. Давайте петь такие песни, которые люди будут подпевать, да? Мы на сцене, они в зале. И мы эти песни пьем, такие нужны, чтобы мы их слышали. И тут Петрос Христофорович все это, мы память, приводят на ее натуре. Это было ровно 20 лет назад, в декабре 2001 года. Но я-то... Виталий Юрьевич, я ж не знала, что вы хотели популярные песни петь, а я-то ж пришла с этими. Нет, нет, нет. Я им притащила песню, которая там... Пришла, пришла Инна Анатольевна, и народ побежал на нее. Все. Хор у нас обошел, большой хор стал. Вернулись все, кто-то уходил. Как только, как все. В нее все влюбились, никто не хочет уходить, ради что вы помирали там. А я там первую программу, я им притащила песню, они такого не пели никогда. Да вот ом на мне, да вот гроз на мне. Эта песня, эта лирика Ставропольского края, она такая, ну, забубенная, сложная лирика. Они этого не пели, они популярненькое что-то такое пели. А я не очень люблю попсу. Я сейчас, конечно, стала более гибкая. Тогда-то я им такие сложные, у них волосы дыбом, но они учили, учили. И мы сделали. У них было много слепых, да? Мы же какие там, кто там знает тот. И все певцы народные, и все из застолья, по большому счету. Ну, взгляд, понимаете, взгляд был другой. Когда есть нормальный руководитель, когда умеет убедить, да, и не заставить, а именно убедить, показать, как это делается. Ну, мне нравится. И народ, ну, ее, конечно, народ там за глазах, конечно, критикует, опять, ну, ну, дядя, ну, поем. А потом же все поют. Поют это, ну, дядя, мы с большим удовольствием. Ирина Антония собирает программу. Ну, куда же где-то деваться, да. Ну, там, какой-то концерт, там, допустим, часовой, полуторачасовой, ну, там, день, город, ну, где-то мы выезжаем, неважно. Ну, бывает, нас такие концерты большие нужно давать. Жюри, да, на фестивале. Он говорит, час прошел, мы не спереглянулись, вот это программа составлена. Я думаю, а что же, хорошо, что я не поэкликовал. Я реверюхом. А какие песни больше вот ваш коллектив любит петь лирически или вот такие, чтобы танцевать хотелось? И то любим, это, я не знаю, украинские народные песни у нас хорошо идут сюда, с удовольствием люди поют. Мы, это песни, «Ой, чей-то кинь» стоит, там несколько песен, как мы еще учили, на зре этого юности, да, и до сих пор мы, когда вот иногда собирались с коллективом, да, или там какое-то с днем рождения поздравляем, все. Что поем? «Ой, чей-то кинь» стоит. Они любят, «Ой, чей-то кинь», они почему-то, они с меня ее стребовали. У меня же не один коллектив, у меня всегда было несколько коллективов по городу. И я со своей отрадой спела «Ой, чей-то кинь», они услышали, и давайте мы будем петь. Я говорю, ну я не люблю, чтобы у меня этот коллектив и этот, и этот все одно и то же пели. У меня везде разная программа, я так не повторяюсь. Так они меня били ногами, заставили, чтобы учить. То есть, пожелая и красивая, да, конечно. У меня такой вопрос. Вот вы видите слияние, например, вашего репертуара и, например, рэпа? Ну, вот с даром я еще не дошла. Могу сказать, что мы... Ну, например, постмодернизм. Постмодернизм. Мета-мета. Мы сейчас до чего докатились, до того, что я немножечко работала с нашим... Коллаборируемая коллаборация. Я немножечко в прошлом году помогала нашему армавирскому аккорту, это бардовский коллектив. У нас клуб есть. Я в высокой волне пела. Вот эта фотография в нашем опору еще старая. У нас... У меня были две девчонки, когда я работала в музыкальной школе Успенского района, которые пели рок. Они вот две подружки меня, конечно... Послушайте, Рина Натальна! Ну, я там пыталась какие-то ей там какие-то, может быть, рекомендации. Но они сами, собственно говоря, сами они учили, им что-то там нравилось. Я что-то рекомендовала. И, конечно, ну, я от рока весьма... Они просто отдельно пели, не в вашем вот хоре. Нет, не в моем коллективе, нет, не в моем коллективе. Они вот пели рок, но я немножко консультировала. Ну, в конце концов, я с ними вокалом занималась же. Немножко, да, консультировала. А на данный момент, поскольку я... Вообще, я когда-то пела еще в храме. В нашей вармянском. То есть у меня есть какой-то... Духовный. Да, какой-то опыт пения. Ну, это академический хор, это другая манера пения, другая. Там поет, как в академическом хор. Там рот надо вот так вот открывать, вот так вот. Ну, там формирование звука. Да. Формирование звука совсем. Я знаю, это очень сложно. Не все могут. Нет, это просто по-другому. Это не то, что тут сложно, тут легко, это просто по-другому. Вот. Ну, что касается вот направлений, вот это моя работа с армавирским аккордом. Я, правда, всегда любила бардов. Ну, таких вот старых. Вот я Акуджаву, люблю Бирковский. Там вот из тех, конечно. Я современных бардов не очень-то знаю. Ким. Поскольку я с ними работала, так сложилось, что я немножечко... У нас же при хоре есть ансамбль еще. Музыкальный. Нет, ну, вокальный, вокальный. А, вокальный. Да, да. Музыка Анатолия забрала себе самых-самых. Одинную программу сделала и тоже в концертах она у нас. Ну, да. И мы раньше пели с этим ансамблем, ну, тоже народные песни, просто малым составом. А вот сейчас, например, у нас там есть несколько песен бардовского. Ну, там я слышу. Ну, мы вот сегодня пели Висбор, Никитин, там «Ночную дорогу» пели, авторские какие-то там вещи. Мы там еще акуджаму учим, ну, что-то такое. До рэпа пока не дошли, но до бардов. У нас вот девчонка наша учится, наша Настенька Михеева, она пришла к нам, сколько ей было, лет 15? Ну, я думаю. Лет 15, я, честно говоря, думала, что она просто ошиблась дверью. Не туда дитё попало. А она нас услышала на каком-то фестивале и говорит, «Нет, я вас слышала, вот народный хор, я хочу». Ну, она пела эстраду, она попела у нас несколько лет, подросла девочка, конечно, она у нас солисткой стала, я с ней дуэтами много пела. И она сейчас вот, ну, не заканчивается, она на третьем курсе учится в Майкопском колледже на эстрадном отделении. И, ну, мы рассчитываем, что она вернется сюда, в город, что она здесь будет работать. Может быть, она какую-то струю такую эстрадную внесёт. Посмотрим, поживём и увидим. Я же открыта, мне интересно. А вот как раз интересно мне, какие планы у вас, какие-то мечты есть у вас? Планы, мечты именно у вашего коллектива? Можно я скажу? Да, конечно, можно. У нас мечта побольше выступать, побольше ездить до фестиваля. Это самая главная мечта. Вторая мечта у нас, наконец-то, обновительность. Это было давно-давно. Тогда приехали специалисты из Краснодара, вот именно из этой мастерской, которая при Кубанском хоре. И я, собственно говоря, что тогда пошили костюмы не только нам, русская песня, ну, практически всем, вот тут ДК всем, мы попали в русскую песню. Мы пришли сюда и попали в струюм. Отлично. Нам повезло. Ну, собственно говоря, вот, например, русской песней пошили парочки. Парочка – это городской стиль, это кофта-юбка, они перекликаются каким-то там образом. Ну, например, юбочка, на юбке какая-нибудь оборочка, в цвет кофточки, ну, вот, как бы, с басочкой такая приталенная, юбочка расклешоненькая. Я тогда что сделала? Я заказала, чтобы это была Украина все-таки, потому что Украина, конечно, во-первых, у меня очень многие тут, вот у нас Виталий Юрьевич, с Украиной, Розы Мир, Нижнего Бога. Так сложилось. У нас очень многие из тех станиц, которые, у нас вообще Кубань заселялась там много. У нас есть линейная станица. Вот наша... Украинца. Наша старая станица, вот Прочнокопия, я там работала, Прочнокопия руководила хором тоже, сколько-то лет, пять, наверное. Это линейная же станица. Ну, вот, ну, конечно, во-первых, у нас много участников в то время было, которые из этих черноморских станиц. И тогда я художникам заказала, чтобы они сделали именно жилет, то есть вот по мотивам черноморским. И они сделали, конечно, хорошо, красиво, профессионально. Потому что, ну, то, что я могу, я могу какими-то идеями там подпитаться, понятное дело, ну, что такое я, я же не художник в конце концерта. У нас парочки, кстати, есть. Даже цвет черкесов, да, вот который у нас серо-голубые. Вот они предложили эти серо-голубые, мне очень понравились. Они вообще, они смотрятся так красиво, что-либо, вот когда бывают где-то, вот какие вы красивые, можно фотографироваться с вами и так далее. Это мужские. Я так благодарна этим художникам, потому что... Свет вроде бы, да, не яркий, а на самом деле смотрят. Он очень могородный, потому что черкесские обычно какие? Черные? Да, черные, лучше, Ну, это немножко тяжеловато. Тяжеловато. Красные – это не для нас, у нас все-таки возрастной коллектив, нам, ну, не надо красные. Белые – это марка, это слишком нарядно. Вот это идеальный был такой цвет, мне бы не пришло у кого. Спасибо художникам, что вы... А что вы говорите, что красные – это что, для незамужних, да, те, которые... Нет, 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 красные черкесские. Мы по-черкесскому, по-мужски. Там у них свои, там эти самые, там парадная есть форма, там непарадная и так далее. То есть там... Не черкески черные были, либо такие, не-не, какие-то серо-сукно такое, крашеное, натуральные все цвета, они в основном черные. Это как раньше было, если братья... А вот этот цвет голубо-серый, это просто выдумка художника? Да. Ну да, она... Без символики. Они предложили, да. Нет, форма там черкесская. Нет, понятно, именно за цвет. Тут же вопрос расслался как концертный костюм. Это же компонентный костюм, да. Они все несколько утрированные. Мы вот тут с вами говорили, что цвета наших костюмов, они более утрированные, чем были этнографические цвета этих костюмов. Ну и мы перед казаками нередко выступаем, перед нашими там, ну и так далее, да? Но они добротно сделаны, там бархат хороший, там все эти вышивки, аппликации сделаны достойно. Там гобелены, это тоже носки, ну у нас странно немножко, из гобелены эти юбки пошиты, это вот тоже ж мне в голову бы не пришло, из гобелена пошитюбки. Но они такой вот деликатный гобелен нашли. Он вроде и гобелен, ну странно, да? Но вот он деликатный, интересный все-таки. И, конечно, он столько лет, и ничего и носит. И смысла нет. И смысла нет, да. Про музыкальные предпочтения. Вот у вас есть кумиры в музыкальном мире? Можете назвать? Кого вы слушаете, кроме казачьего края? А, кроме себя. Кроме себя. Пантамикой сегодня. Да, да. Я вам говорила, вот уже о Викторе Гавриловиче Захарченко, я могу сказать, что у меня хор поет много его произведений, именно потому, что я считаю его, ну я очень его уважаю, ценю, люблю и преклоняюсь. Почему? Потому что он не только музыкант. Есть много музыкантов. Талантлива тоже, например, Владимир Андреевич Чернявский, наш с вами земляк и замечательный музыкант. Пономаренко тоже прекрасную музыку писал. Но Виктор Гаврилович, вот он именно философ. Он очень многое вкладывает в эту, в свою деятельность с точки зрения, зачем мы пришли. То есть он задает эти вечные вопросы, от которых мы в своей повседневной жизни весьма далеки. И он задает эти вопросы вот в своей деятельности, в работе с хором, в своем творчестве. И он еще, он же не просто композитор, он хорместер, он хорошо понимает хор. И если проанализировать то, что он пишет, он пишет, казалось бы, просто. Есть многие композиторы профессиональные, которые так это немножко заумно пишут, и сложную какую-то мелодику, или гармонизацию сложную, и им кажется, что ну что за Харченко там, три аккорда, четыре, ну, господи. Но он пишет вот как народную песню. Она тоже вроде бы проста, но она глубока. А так, если кого я слушаю, я люблю Баха слушать. Баха даже. Ну почему даже? Я вообще считаю его величайшим композитором всех времен и народа. Он просто такой сложный такой. Бах, он действительно тоже философ, да? Ну мне вообще интересно такое направление. Из русских у нас такой же вот философ и полифонист замечательный Танеев, которого я тоже дирижировала когда-то. Я люблю вот такую полифоническую музыку. Нет, ну это не значит, что я только такую музыку люблю, конечно. Но попсу вы не слушаете, да? Я в ней ничего не понимаю. Мне кажется, то, что вот популярная музыка, мне кажется, что это просто так странно, плоско и ни о чем. Мне просто делается грустно и жалко вот этих детей, которые это слушают. Ну дальше-то что? Ведь можно же так уплощиться, так, что... Ну, наверное, другие задачи, да, стоят? Вот сейчас есть такой проект-мюзикл на культуре, да? Мне очень нравится этот проект. Мне там очень нравится комиссия, которая в жюри сидит, потому что они настолько профессиональные и так интересно их слушать. Такая терминология, такие тонкие вещи, они слышат, понимают, советуют. А там ведь принимают участие в проекте профессиональные артисты, успешные, классные такие. Не, у нас есть куда посмотреть, чем восхищаться, безусловно. У меня вот возник вопрос. Как привить ребенка, сформировать правильный, ну, не то, что правильный, а вообще музыкальный вкус? Вообще дети все равно все разные. И, ну, мы с разным предназначением приходим. И есть такие дети, ну, они хорошие, прекрасные, но они никогда не полюбят Баха, потому что у них, ну, другое предназначение. Или вообще музыку не полюбят. Может быть, да? Хотя, ну, всякие бывают истории. Но то, что вот Виталий Юрьевич сказал, это, конечно, семья. Вот я, например, знала семью Паврозиных, где отец, вот Александр Васильевич Паврозин, он был преподавателем нашего политеха, он физиком. Он у нас играл вот на этом бас-балалайке. Играл, да? Давно-давно, да. Когда-то он играл. Он любил музыку, он любил джаз, ну, хорошую. У него действительно был реально хороший вкус. А его сын Андрей Паврозин, он закончил по классу фортепиано нашу музыкальную, и сестра его тоже, закончили музыкальную школу. Но вот поскольку он, но у нас же многие заканчивают, и потом попса там, и, собственно говоря. Ну, вот Андрей, он, например, со своим отцом очень много музицировали. Просто Александр Васильевич приносил. Там у него постоянно, он очень любил музыку, постоянно дома звучала музыка. Реально что-то играли. Он владел гитарой. Почему он тут играл на бас-балаге? Потому что он владел гитарой. Андрюшка тоже, как за папой же хочется как-то стремиться, да. Он тоже брал гитары. Вот сейчас Андрей работает в нашем оркестре, в джазовом оркестре. Хотя он имеет образование, он этот программист. У него высшее образование. Наш политех там закончил, он программист. Но он здесь работает, играет на бас-контрабасе. Это достаточно сложно. То есть там нет ладов. Ну вот он научился. Но я хочу сказать, что вот они музицировали, и всё это как-то выросло вот в то, что человек играет хорошую музыку, интересуется хорошей музыкой. Но это всё не дважды два-четыре, так не бывает. Если нету этого примера, то чаще всего и не будет. Хотя вот наш Иван Дмитриевич, замечательный совершенно, ну вот у нас тоже на бас-балаге сейчас играет Иван Дмитриевич. Вот у него дома точно никто его не приучал там, и он музыкальную школу не заканчивал. Там так сложились семейные какие-то там особенности, что он, ну нет, спец даже образования не имеет. Но он так устроен, он брахман по природе. Брахман это, то есть, понятно, кто это такой. То есть это человек, который интересуется наукой, искусством. То есть человек, который изучает этот мир. У него природа такая, он иначе не может. Он всё изучает. Он решил, так ему попалась музыка, он решил там музыку изучать, и вот доизучался, что он работает у нас сейчас. То есть профессионально. Он закончил юридический техникум наш, потом РПСУ закончил. Работал преподавателем в БЮТ, преподавал там семь или восемь предметов. Это разные пути. То есть есть люди, которые так устроены, что они всю жизнь будут изучать что-то, и они не будут плохую музыку слушать, потому что ну просто интеллект не даст. А есть вот как-то, ну надо всё время там что-то требушить, требушить, музицировать, давать послушать, давай вместе послушаем, давай обсудим, как-то так, наверное. Вот есть люди, просишь там спеть, они говорят, да нет, или там иди к нам в коллектив, да нет, у меня там медведь на ухо наступил. Вот что вы можете сказать людям, ответить людям, которые говорят, что у меня медведь на ухо наступил, я петь не могу, не умею, и не упрашивайте меня там в какой-то коллектив вступать. Это всегда конкретно нужно смотреть, потому что вот я, например, вот в Марина, да, я пришла, мне собрался детский коллектив, там вот я помню была девчонка, которая споёшь нотку, ну повтори, ля, она ля, там, ну одну самую ноту, не может дитё повторить. Дитё это позанималось, нормально, мы там пели такое четырёхголосие стабильное, она в середине, в середине сложнее петь, чем вверх, например, или низ, да. То есть нормально, и даже ещё потом подрабатывала в этом, ну уже она взрослая девочка, она подрабатывала в этом Марина, ну ей там платили какую-то ставку, а на самом деле она просто пела, ну на праздниках у них пела, солисткой работала. То есть я хочу сказать, что что-то у кого-то развивается, просто человек не понимает, как это, он методически не умеет, не знает, как это. А бывает, конечно, тяжёлый случай. Вот у меня есть одна знакомая женщина, изумительная женщина, она вообще, ну вот редкий человек, сама она преподаватель по профессии, закончила вот наш университет, она филолог, и так она решила, что она хочет, ну как служение в церкви петь, там не получается, к нам она придёт, ну немножечко поднатаскается. Вот старается человек, и так, и сяк, но вот одну ноту повторить не может. Я вообще считаю так, что если ты не инвалид, ну то есть у тебя нет там каких-то противопоказаний, чтобы ты пел, то в принципе можно обучаться. Но путь у всех разный. Один раз и запел, а у другого, может быть, надо год. Что вы можете пожелать нашим слушателям? Я могу пожелать духовного прогресса. Это может быть очень странно, мы как-то особенно к Новому году, и вообще мы всё время говорим о чём. Материально там нам чего-то не хватило, где-то не додали и так далее. Я считаю, что нам всё додали, а если что-то не додали, значит мы зайки не заслужили. И я считаю, что всё в этом мире, что вот мы имеем, то мы зайки и заслужили. А на самом деле, я думаю, что мы можем же жить, ну благодаря Бога за то, что вот у нас есть, и нам есть за что поблагодарить. Мы просто не умеем, мы как-то на это не концентрируемся. И я считаю, что самая большая наша боль, самая большая наша беда, не в том, что пенсии кому-то там маленькие платят, не в этом. Ну хорошо бы там добавили, я не против, как бы мы все в этой материи живём. Наша беда в том, что мы не задумываемся над важными, серьёзными вопросами. Зачем мы вообще в этот мир пришли? Зачем нам эта пенсия? Чтобы лишнее там что-то такое купить, на диване поесть. Но не за этим же мы пришли. Мы же когда уходить будем, нам же это ничего не нужно будет. Но совсем другие задачи. Вот эти вот, вот духовного прогресса, задавать эти вопросы, важные, сложные, ну, мировые, вечные. Я бы это пожелала. Я больше занимаюсь вопросами организационными. Мне бы хотелось пожелать нашим зрителям, чтобы они наконец-то, вы видели в нашем городе какие-то тумбы для объявлений, чтобы там висели рекламы и объявления концерта, выступления, для того, чтобы... Вот мы проводим концерты, да? Вот отчетный концерт. Приходит там 40-45 человек, да? Это на наш кур, еще много. А вот боют концерты, тот же самый джаз, тот же самый ритмы планеты, да? 20-25 человек, люди просто не знают. Они, правда был, а мы что-то в Азете не видели. К сожалению, да. Спасибо вам большое за это интервью. До свидания. Спасибо, девушка. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.